Всем привет! Вы на канале Теттергеймс, меня как всегда зовут Вирт, и это продолжение прохождения игры Бермуда. Ну а начнем мы с вами с маленькой информации о том, что я уже в принципе немножечко подразобрался в игре, и сейчас я буду более уже без затуплений делать все как-то последовательно. Начнем с того, что нам нужно конечно же забраться с водой, как же ее опреснять, а дело вот в чем. Я захожу в инвентарь нашей, скажем так, настройки персонажа, выбираю Tools, то есть инструменты, и вы не поверите, здесь помимо тех, что я уже создал инструментов, есть инструмент бутылка. Казалось бы, как это так, но тем не менее, как вы помните, в прошлый раз я сделал топорик, и вот теперь мне нужно будет ссать горящее копье сделать, но прежде до копья я сделаю бутылку. Это потому что, на мой взгляд, более важно. Так, еще здесь у нас будет компас, ну вот молоток уже у нас есть. Для того, чтобы мне сделать, понадобятся металл, палочки и веревка. Начнем, конечно же, с веревок. Для того, чтобы мне их скрафтить, мне понадобится сушилка водорослей. Залезаем в наш крафтбокс. Вот она, сушильня. Тут потребуется 12 палок и 4 доски. Вроде ничего сложного, закидываем ресурсы все и выбираем и крафтим. Вот так вот. Ну-ка, где она моя любимая? Ну-ка, опа, шикарно. Так, камушки я сюда тоже скину. И все, все ненужное тоже. Теперь я перепрыгиваю на свой... На свой лот, точнее, пусть это будет называться база. И здесь я должен буду с помощью этого молоточка сушилю поставить. Ну, где бы ее поставить? Ну, давайте она вот как-нибудь вот тут, пусть она будет вот так. Вот так вот, да. Вот я еще развернул, чтобы было как-то удобно. Теперь мне на эту сушильню нужно нацепить кучу водорослей. Я их тоже немножечко уже нафармил. Было достаточно скучно. Я это все-таки сделал. Закидываем сушилку водорослей и запускаем все. Теперь у нас будет готовиться веревка. Вот нам тут показывает, сколько потенциально здесь будет изготовлено штук. Вот 13 штук будут изготовлены. Вот так вот водоросли сохнут. Ну, в общем, они молодцы. Так, что теперь? Нужно будет сейчас мне быстренько чекнуть, проверить. Еще разок. Мне нужны будут палочки и металл. Веревка я скоро надыблю. У меня сейчас на данной в инвентаре ничего из этого нет, поэтому я отправляюсь вместо крафта. Здесь, видимо, тоже нету. Видимо, все осталось вот на этом плоту. Металл беру, палочки беру. Все, взял, теперь у меня все есть. Нужно будет построить поближе, конечно. Еще одну... Еще один квадратик, потому что я постоянно не допрыгиваю с надувного плота. Так, заглянем. Зелененькая металл хватает, ветки хватает, синенькая вот не хватает. Ну что ж, заходим сюда. Здесь я вижу уже веревка готова. Забираем ее. Остальная водоросляня... Водоросня... Сушится и переделывается в веревке как-то сами, да? Это странно, но тем не менее. И теперь я уже могу разблокировать бутылочку. Ура, у меня теперь есть бутылочка. Вот такие дела. С бутылочкой все очень просто. Она является одним из инструментов. Я просто переключаюсь на нее вот так вот. Прыгаю в водичку и открываю бутылочку. Вот так вот держу ее нажатой. И водичка заливается в бутылочку. Визуально, к сожалению, это никак не видно. Взятьма, бутылка считается настолько грязной, что ну вот прям вот никак-никак. Ну вот так можно достаточно долго в нее набирать соленую воду. Вы видите, что слева внизу у меня набирается ресурс соленая вода. Сейчас я ее насобираю достаточно. И вернусь на базу. Все, готово. Теперь я эту соленую воду наливаю в выпреснитель. Вот, 22 штуки у меня. Вот так вот. И теперь сюда мне нужно также добавить... Ну как раз сейчас вот стук сердца показывает о том, что пора уже, пора, пора. Ну ладно, ладно. Пусть это будут ветки, господи. Прямо уже запарили. Все, теперь идет опреснение. Каждые две соленые воды в итоге конвертируются в одну опресненную. Ну и, конечно же, уголь, который получается за счет сжигания доска или веток, он тоже будет появляться. Наступает день, и это говорит мне о том, что мне, наверное, пора будет скоренько отправиться за добычей. Под воду. Одна уже есть. Пресная вода. Я ее также вывожу на панельку быстрого доступа. Монотельная клавиша 1 у меня есть. Я тут же чуть-чуть пью. Сейчас еще одна изготовится. Есть. Ну и дальше они уж там как-нибудь, я думаю, сами справятся. Так, кончилось, кончилось топливо. Так, ну давайте я разобью на несколько. Десять. Десять досок я выпускаю на топливо. Все. Пусть, пусть опресняется. Металл скидываем, уголь скидываем. В принципе, даже доски скину. Все, мне это пока что нафиг не нужно. И давайте немножечко поплаваем, раз уж погода вроде неплохая, светло. Вот, за металлом давайте сплавим для начала. Видно издалека его, отлично. Теперь, когда я затарился нормальненько ресурсами, давайте немножечко расширим плод. Ну, для начала попьем, конечно же, водичку пресную. Есть. Отлично. И достроим плод. Для этого мне понадобятся все мои ресурсы. Возьму. Так. Доски есть, палочки есть. Металл скину, пожалуй. Наверное, мне не понадобится. Доску побольше возьму. И марш скорее на плод. С помощью инструментов. Мы должны сделать еще несколько вот таких вот. Или же нет. Давайте посмотрим, что у меня с ресурсами. Я вообще собирался сделать копье. Для этого мне понадобится аж целых 10 палочек. Это, блин, прилично. Я могу его, в принципе, сделать. 10 палок. Камни нужны. Что у нас с ресурсами? Камни есть. Так. Да, все есть. И я делаю копье. Готово. Это хорошо. Но, правда, у меня теперь не хватает палок, чтобы достроить еще кусочек плота в своей базе. Может быть, на оставшейся части есть. Вот здесь где-то. Я очень надеюсь, что, может быть, хотя бы здесь где-то есть. Нет. К сожалению, здесь ничегошечки нету. Грусть. Прям вот грудь, грудь, грудь. Что же, значит, мне придется за палочками снова понырять. Индикатор, мигающий с мозгом, намекает на то, что, скорее всего, либо у меня просто нет мозгов, либо мне нужно отдохнуть. То есть, мой персонаж давненько не спал. Это, конечно, грустно, потому что я любитель в таких играх не только крафтить, но и собирать. И готов собирать ресурсы даже ночью. Видимо, игра намекает на то, что иногда все-таки игры могут обязывать вас к сну, чтобы игрок наконец-то понимал, что спать тоже полезно. Ну что? Да, к сожалению, я сюда не смогу поставить еще один блок. Очень, очень, очень жаль. Ну да ладно. Значит, будем рядышком просто стыковать. Вот так. Жаль, конечно, что лату никак нельзя поближе сделать. Ну, что поделать, что поделать. Что ж, у меня копье есть, и было бы, конечно, неплохо поохотиться. Но я пока не буду, конечно, этого делать, поскольку мне для начала нужно просто поспать. Увидимся утром. Так, проснулся я в середине ночи от голода. Это будет означать, что мне нужно будет скоро заниматься уже все-таки. копьем и пытаться ловить рыбку. Надеюсь, что скоро это случится. Так, все. Светает, отлично. Постепенно параметр мозга, то есть усталости восполнится за эти несколько часов. Нужно, конечно, побольше будет впасть в следующие разы. Ну, что поделать. Давайте-ка я вот что придумаю. Да я вот так. Каждый раз падать. Наберу-ка я водички себе на будущее сделаю. Кстати, друзья, я тут открыл для себя интересную вещь. Водичку можно набирать, даже не спускаясь в воду. Достаточно просто присесть. И вот так вот с краешкой можно набирать воду. Вот видите, я присел и просто в переседе собираю водичку в бутылочку. Хотя совершенно не похоже, чтобы вода как-то просачивалась в висячую над водой бутылочку. Ну, это все условности, как говорится. Не будем заострять внимание на этом. Это все детали. На мой взгляд, лучше больше соленой воды набирать, чтобы количество опресненной воды соответствовало только потраченному количеству дерева на растопку. Поэтому я всю соленую воду скидываю. Сколько я сюда кину дерева любого, например, досок, столько будет сконвертировано в пресную воду. 13 штук будет. Супер. Пусть. Пусть и присняется. Ну, а я, наверное, отправляюсь на охоту. Если я не ошибаюсь, косяк рыб был где-то вот в той стороне. Вот. Не знаю, как объяснить, но вот относительно плота вот там где-то. Так что, давайте туда поплывем, попробуем поймать хотя бы парочку штук. Так, вот акулу вижу. Идеи, где акулы, там рыбы должны быть. Так, минные поля вот там справа находятся. Окей. Вот, я немножко ошибся. Косяк рыб находится прямо вот буквально за. Попытка номер три поймать рыбку. Первые две закончились встречей с акулей пастью. Ну что, давайте посмотрим, где же акула. Так. Почему-то копье не работает. Копье работает. Хорошо. Хорошо. Акула-то делась. Не акулу, не рыбу поймать. Вот эту отбившуюся бы рыбку. Блин, кислород. Мне кажется, что ночью акулки должны спать. Было бы неплохо, если бы это так было. Опа. На поверхности. Все, я примерно понял. Похоже, нужно действительно ловить рыб, которые находятся под самой поверхностью и быстро их вытаскивать, чтобы акула не смогла учуять. Вот так вот. И наверх сразу всплываем, 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 всплываем. Есть. Сняли уже две рыбки. В общем, охоте... Либо здесь сейчас наверное просто темно и просто нету этих акул. Вот эту рыбку хочу поймать. Есть. Ой-ой-ой, там была акула, по-моему. Блин, нифига, она меня цапнула. Все, раз меня так сильно поранили, я наверное сматываюсь оттуда. На, нужно все-таки брать только самых верхних рыбок. Конечно, лучше чтобы это происходило наверное днем и акулы чтобы не было просто рядом. Сейчас вы видели было достаточно темно и все равно акула схватила мою рыбеху. и попыталась ее съесть. Даже не попыталась, она ее съела. Давайте мы построим теперь вот эту штуку барбекю. Крафтим. Готово. у меня две рыбки уже есть. Где же мы будем размещать? Ну, наверное, было бы неплохо разместить рядом с тем местом, где мы и пьем. Еда и питье пусть будут в одном месте. Вот так вот. Сюда мы сразу же кладем рыбки. Они должны будут приготовиться. ну и если я правильно понимаю, сюда же нам придется положить и деревяхи или какие-то веточки. я не знаю, наверное, пусть будет шесть веточек. Я не знаю, сколько нужно веточек на прожарку одной рыбы. Сейчас мы это узнаем. Вот две рыбы, кладу шесть веточек. Запускаем. По ходу дела одна рыбка, одна веточка. Очень похоже на то. Давайте посмотрим. Будет жареная рыба. Эффект плюс 20 к голоду. Ну и неплохо, наверное. Вот рыба у меня теперь жарится. Клево. Ну блин, конечно, какой ценой мне эта рыба далась. Вот одна рыба. Было шесть. Похоже веток уходит гораздо больше. Они быстрее расходуются, чем жарится рыба. То есть например, сейчас рыба дожарилась, а ветки продолжают расходоваться. Все, я нажал на стоп и одна ветка даже вернулась. Ну, хорошо, давайте теперь покушаем эту рыбу. Как она мне будет? Ну, откровенно говоря, не очень много. Хотелось бы больше. Что ж, друзья, конечно, прогресс у нас не очень пока что большой. что, может быть, мы еще сможем построить парочку единиц площади нашей базы. Ну, как минимум, мы, наверное, сможем сделать две. Только я сейчас еще быстренько нырну за веточками. Я думаю, мне понадобится парочка. заодно я тут как всегда дочки посыграю. Вот такие ветки. Я бы хотел в завершении этого видео достроить еще увеличить площадь моей базы. В принципе, то, что мы в этом видео сделали, это мы смогли себя обеспечивать абсолютно нормально питьем, пресной водой и едой, рыбой. Скидываем сейчас сюда. Все. И вот две штуки делаем. И вторая. обратно все оттаскиваем с собой. Все с собой забираем. Уступает ночь и я на ночь глядя начинаю строительство. Так, где мой молоточек? Вот он. Ну, давайте, раз уж пошла такая пьянка, я вот сюда буду расширять базу. Вот так. Опа. Вот сюда у меня не получится. Вот сюда смогу построить. Я так давно хотел клеточку сделать, которая будет соседней с плотом. Теперь мне не придется каждый раз провалиться в воду абсолютно свободно с плота спрыгивать. В следующем видео мы будем скорее всего строить что-то более глобальное. Пока не могу сказать, что именно это будет, но вот с едой мы разобрались. Теперь можно спокойно жарить рыбу, приснять воду. Вот такие дела. Друзья, если вам интересно, как я буду строить свою вазу на Бермудах, как я буду разбираться с акулой, найду ли я подводный обелиск, а также другие интересные штуки под водой, смотрите продолжение и, конечно же, поддержите это видео лайком. Всем пока. А я ложусь спать. Сейлюсь и ложусь спать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok